Девушки отдыхают Северный военный аэродром считается самым закрытым объектом Ивановской области. Здесь базируются самолеты радиолокационного дозора и наведения. Они строго засекречены. В столетию военно-воздушных сил летчики решили приобретать завесу тайны. Строительство аэродрома Северный в Иваново началось в 1935 году. В первые годы войны здесь готовили штурманов и ночных бомбардировщиков. На Северном проходил обучение легендарный авиаполк «Нормандия-Неман». В конце 60-х годов здесь появились секретные и сверхмощные Ан-22, как их называют летчики Антеи. Сейчас эти воздушные гиганты стали музейными экспонатами. О прошлом аэродрома напоминает лишь музей военно-транспортной авиации, уже около 30 лет открытый для посещения. Но в этом году количество экскурсантов пришлось ограничить. С 2010 года наш музей был понижен в статусе. Теперь это историко-мемориальный зал. Из того штата, который был, я остался один. И мне, конечно, стало тяжело, предположим, в день проводить 2-3 экскурсии. После этого надо все убрать там, посмотреть. Мы своим решением решили, что будем принимать поменьше экскурсантов. Северный военный аэродром можно назвать уникальным. Здесь базируется несколько видов авиационной техники. В том числе легкие Ан-2, военно-транспортный Ил-76, многосолевые вертолеты Ми-8, а также секретные самолеты-разведчики А-50. Ни одно серьезное учение, ни одно серьезное мероприятие, которое проводится в рамках Министерства обороны, не обходится без участия самолетов А-50. После всех реформ, которые произошли в армии, базируются они только здесь. Доверить управление военной авиатехникой можно только профессионалам. Летчики ВВС проходят особую подготовку. Перед полетами пилоты и штурманы тренируются на КТС-32. Этот тренажер имитирует полет самолета Ил-76 и позволяет отработать технику пилотирования, взлет, посадку самолета, а также готовит летчиков и штурманов к особым случаям в полете. В частности, имитирует отказ двигателей и бортовых приборов. Этим бетонным плитам более 65 лет. За свою историю не видели бесчисленное количество взлетов и посадок Ил-76, Ан-2, Ил-18 и, разумеется, А-50. Длина взлетно-посадочной полосы – 2334 метра. Это оптимальное расстояние для того, чтобы посадить тяжелую авиационную технику. Летчики находятся под постоянным контролем, как на земле, так и в воздухе. Ошибки допускать нельзя. Перед вылетом самолета всегда проводится его полная диагностика. Также перед началом летной смены вылетает разведчик погоды. Самолет, проверяющий метеоусловия. 7 августа 2019 года, московское время, 17 часов 3 минуты. Начало полетов по варианту номер 1 на аэродроме Иваново-Северное. Шестибалльная облачности 2400, видимость 10. Ветер у земли 120 градусов 3 метра. Руководилет 5,60. 0,8, 0 взлет. С момента запуска самолета летчики находятся на связи с командным диспетчерским пунктом. Руководители полетов ведут наблюдение за взлетом, посадкой и зоной полета. Вероятность ошибки здесь не допускают. Здесь, на земле, зона ответственности гораздо шире, чем в воздухе. Сейчас летит самолет по плану, у него маршрут будет. Он пойдет по прямой с набором 2,150. И вот, первый поворот на второй, третий, четвертый, пятый. О, 0,8, 0 на третьем, радио меня 17. На стартово-командном пункте помощник руководителя полетов следит за посадкой самолета и выходит с летчиком на прямую связь в случае отклонения самолета от курса. На аэродроме действует усиленная система безопасности. Владимир Кочетков, начальник службы безопасности, говорит, что его рабочее место – весь аэродром. Перестраховка – лучшая профилактика. Все ошибки, которые проводят, которые летчики допускают в полет, должны быть разобраны для того, чтобы больше впоследствии таких ошибок не допускать. Это называется профилактика авиационных происшествий. Летчики говорят, случайно в авиацию никто не приходит. Здесь работают только те, кто любит небо и не боится ответственности. Работа летчика, она специфична, уникальна. Связана постоянно с риском для жизни. Связана, конечно же, с большой любовью к профессии. Мы без неба жить не можем. Если бы вы знали, как толкует руки по штурвалу. Военный летчик – это профессия одна из самых почетных и самых закрытых. И сейчас военные пилоты выполняют очередную боевую задачу, о которой, возможно, нельзя говорить даже самым близким. Их служба – военная тайна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»